И мы с вами в клубном офисе Ростерсберг спортивного клуба. Это гандбольный и флорбольный клуб одновременно. И очень-очень уютное помещение, офис в стиле такой простой, простой шведской деревушке, такая избушка. Финский домик. Финский домик, да. И просим обратить ваше внимание на вот эту Стену Славы. Стену Славы. Это Стена Славы гандбольной команды Ростерсберг. Да, мы сейчас передаем привет Александру Николаевичу. Александру Николаевичу. Александру Николаевичу Сыценко. Вот, да, специально для вас мы, так сказать, запечатлели эти кубки, эти награды. Ну, действительно, впечатляет коллекция. Здесь мы видим и суперкубок области Атланд. Это, ну, как бы первенство области по гандболу. Район Швеции Атланд. Здесь первые, вторые места в региональном чемпионате. Зал мы еще не смотрели, но так похоже, что деревушка человек 900 и все спортсмены. Все члены этого клуба. Да, это нарицательно. А сейчас мы пройдем немного дальше и покажем вам наши комнаты. И представим хозяина. Хозяина этого общества. Конечно. И кто заведует этим заведением. Томас, пошли дальше. Миша, ну, я думаю, гляньте дальше у тебя, ты, так сказать, на все люди печенья. Да, конечно. И у нас также предстоит перед нашим взором кухня. Какая команда без хорошей еды, так сказать. Без хорошей пищи. И сейчас мы представляем вам хозяина, одного из хозяев этого прекрасного обедения. Тот, кто помог нам. Это Томас Нюстранд. Наш друг. Это известный шведский арбитр. И он вместе с Томузом создал просто идеальные условия для тренировочного процесса. Также товарищеских игр. Вообще предоставил нам это жилье. То есть благодаря Томасу во многом мы находимся в принципе в Швеции сегодня. Он надеется, что у нас будет... Тут будут субтитры, глаза поту. Да, он надеется, что нам понравится на самом деле. Все, что он сделал. Так же, так же он ждет теплый прием в Украине, когда в следующий раз навестим. Мы идем дальше. Только что Дмитрий демонстрировал свой фирменный щелчок в пул. И они играют с Сергеем Годованым на очень большую ставку. На очень большую ставку. Все же, кто сегодня будет тренироваться с мячиком, а кто без. Один круг. Да, мы идем дальше. Жвачка. Жвачка на пути. Это конно-тап отдыха. Виталий Генчаров и Артем Репало. Ребята, как вы делаете? В общем, кожаные диваны, спутниковое телевидение. Прекрасно. Прекрасно. Пойдем дальше. Обратите внимание. Вымпелы. Вымпелы команд соперниц, противников и дружеских команд клуба Розерсбэн. У Скалы, конечно, уже такой коллекции нет, но мы очень надеемся, что скоро она появится. А теперь внимание. Футболка сборной Швеции, образца 2006 года, когда Швеция стала чемпионами мира. И росписи всех игроков сборной Швеции, образца 2006 года. Это действительно ценно-великая, наверное, в каждом футбольном клубе мира. И здесь у нас теннисная комната. Теннисная комната и комната, где можно поиграть в мини-футбол и аэрохоккей. Да, у нас Олег Павлишин демонстрирует мастер-класс по настольному футболу. Да, он непобедим в этой роли. Да, и мы идем дальше. Извините, это «Герлс Рум». И также здесь продолжение «Зала Славы». Здесь, кстати, находятся самые почетные трофеи клуба «Руссишперк». Аккуратно вспомните они. В общем, кубки сами за себя говорят, что они действительно очень ценные. Не знаю, за какие соревнования их выручали, но, по всей видимости, они дорогие этой команды. Бесчисленные грамоты, благодарности на национальном уровне, между прочим. То есть «Руссишперк» — это клуб из маленькой деревушки, которая обладает огромной историей. Вот еще дипломы. И, конечно же, шведы — это очень культурная нация. И каждый игрок, по всей видимости, умеет что-то симпровизировать на этом прекрасном пиано. Очень рад, что с вами нет Артема Коваля. Артем, тебе привет. В следующем году ты обязательно должен сыграть на этом пиано. И на этом все. Обзорная экскурсия по нашему пристанищу на грядущий день закончена. Но следующий сюжет — это тренировка скалы. Всего спасибо.